всем привет ребята сегодня речь пойдет о пенсиях в европе как вы наверное уже и поняли из названия ролика всех нас это неизбежно ждет пенсии тем наверное любопытно как все дела с этим в европе поэтому немножко углубился в эту тему чтобы с вами потом поделиться что я узнаю так что давайте не будем томить и начнем ребятки сами еще не настолько уже старый чтобы прямо планировать и думать о пенсии однако нет нет каким-то образом в голову прокрадываются мысли о пенсиях о пенсионном возрасте и ты понимаешь елы-палы столько лет работать прежде чем выйдешь на пенсию глубоко вздохнув ты особо об этом не паришься не думаешь и дальше живешь своей жизнью и так в этом видео я хочу коснуться четырех аспектов первое это пенсионный возраст в разных странах есть средняя продолжительность жизни какие разные типы пенсии бывают в бельгии и четвертое сколько плюс-минус люди бельгии получают пенсию я думаю всех немного бутаражат конкретные цифры ну и любопытно и интересно и в принципе все эти четыре аспекта коррелируют друг с другом первый пункт это пенсионный возраст на данный момент в бельгии пенсионный возраст 65 лет для мужчин и женщин но в 2025 году это будет 66 лет а с 1030 года 67 лет ну за исключением нескольких профессий такие как шахтеры мореплаватели и так далее это более тяжелые профессии для них немножко другие правила ну во все прям подробности я вдаваться не буду иначе получится длинное и скучное неинтересное видео но как ни крути пенсионный возраст поднялся постепенно плавно до нынешнего 65 лет и 1030 году будет 67 лет на самом деле если честно я сам порой задумываюсь 65 67 лет смогу ли еще настолько эффективно работать будет ли моя голова варить и понимать все новые технологии схватывать новые тренды и так далее это под большим вопросом если честно говоря не знаю то же самое касается и более физических профессий таких как там строитель и так далее смогут ли они и так я конечно же узнал как обстоят дела в других странах евросоюза поэтому я вам сейчас зачитаю люксембург дания ирландия португалия и финляндия 65 лет франция 62 но полная пенсия 67 лет далее греция и австрия 65 для мужчин 60 для женщин испания 65 но с 2031 года 67 германия 67 нидерланды 65 но с 2021 года тоже 67 швеция между 61 и 67 англия 66 для мужчин и женщин 60 лет если подытожить то получается в среднем что пенсионный возраст большинстве большинстве странах составляет 65 лет ближайшем будущем он будет 67 лет так что вот как то так теперь вы знаете и если честно я не уверен что в будущем пенсионный возраст еще не поднимут то допустим 70 лет всякое может быть мы будем люди будут жить до 100 лет кто знает итак мы разобрались с пенсионным возрастом и сейчас переходим к пункту нам ртю а средняя продолжительность жизни я думаю все понимают ну и это логично что поднимает пенсионный возраст только потому что люди дольше живут раньше когда не было условий была плохая медицина тяжелый труд который убил людей большинство людей не доживало до старости а пожилые люди просто недолго жили поэтому пенсионный возраст был ниже но сейчас двадцать первом веке все изменилось и просто-напросто люди живут дольше из-за этого и поднимают пенсионный возраст чтобы достойно платить пенсии пенсионерам по данным бельгийской статистике средняя продолжительность жизни мужчины 79 лет женщины 84 года ну можно в среднем взять кое что средняя продолжительность жизни в бельгии 81 год вот вы можете видеть график и на графике видно то продолжительность жизни только растет последние годы так теперь некоторые и страны с германия и дания 81 год как и в бельгии англия португалия нидерланды люксембург и греция там продолжительность жизни средняя 82 года швейцария швеция и испания 83 года ну короче можно подытожить и грубо говоря сказать что плюс минус во всех странах евросоюза средняя продолжительность жизни 81 год хотя есть страны с более низкой продолжительностью жизни такие как латвия и литва там 74 и 75 лет средняя продолжительность жизни и так ребятки переходим к третьему пункту это какие разные типы пенсии бывают в бельгии ну на самом деле всего лишь две первое это обычная пенсия на которую ты сам себе в принципе заработал за весь свой рабочий стаж ты имеешь на это право и будешь получать в конце после того как ты вышел на пенсию но еще социальная пенсия социальная пенсия подразумевает то что если ты допустим не заработал себе на минимальную пенсию то остаток будет доплачивать государство ну допустим ты приехал в эту страну когда тебе 40 лет 50 лет я не знаю ты вот отработал там 10 20 там 30 лет ты будешь получать за эти годы пенсию но остаток тебе будет доплачивать государство но в случае того если ты уедешь из этой страны ты теряешь эту социальную пенсию ну а то что ты конечно заработал ты будешь получать не в зависимости от того где ты живешь на самом деле даст а также стимулирует бельгийцев чтобы те делали лично обережение на свой пенсионный счет они делают таким образом что есть минимальная сумма в которую ты можешь год откладывать и из-за этого ты будешь платить меньше налогов и многие бельгийцы из-за этого принципе и как же отклад делают отчисления конечно к этому счету они будут иметь доступ только после того как выйдут на пенсию также вот часто фирмы в своих пакетах имеют такую опцию как бывая страховка подразумевается что фирма будет тоже делать отчисления на счет обычно это какой-то процент от зарплаты на самом деле на протяжении всей своей жизни если фирма будешь работать и фирма будет делать отклады для тебя тупу тоже очень неплохая сумма накопится но опять же будут иметь ты будешь иметь доступ к этому счету только после того как ты выйдешь на пенсию для тех кто в бельгии есть такой сайт называется my pension.br там когда вы зайдете можете видеть всю свою историю весь ваш рабочий стаж где вы столько работали там делают прогноз если вы будете продолжать так дальше работать то ваша пенсия будет такая также там указаны все пенсионные счета сколько там лежит и сколько вы будете потом получать когда выйти на пенсию эти очень даже прикольно если кто не знал посмотрите зайдите интересно знать ну что же четвертый пункт наверное самый интересный сколько же в среднем пенсионеры в бельгии получают я могу сказать так в среднем где-то 1200 1500 евро в месяц получать пенсионеры в бельгии поводу других стран евросоюза если честно информации не нашел однако я призываю вас если вы из какой-то европейской страны напишите страну и сколько у вас пенсионеры получают но минимально или в среднем я думаю это будет многим людям интересно ну и так мы обменяемся информации ну что ж подведем итоги люди когда выходят в 67 лет на пенсию они еще в среднем живут 14 лет и смотря на пенсионеров петь я могу сказать что у большинства довольно активный образ жизни еще конечно же все зависит от здоровья разной ситуации бывают но в большинстве случаях они еще путешествуют собираются сидят в кафешках ну и туда и тому подобное в принципе не бедствуют всем я желаю жить 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 очень долго 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 с вами был я игорь сказал и gtb забывайте ребят и подписаться ставить лайки пишите комментарии это стимулирует как-то дает мотивацию если у вас есть какие-то вопросы задавайте если у вас есть предположения по теме что вам интересно тоже пишите эти все все комментарии читаю как-то так ах да чуть не забыл подписывайся также на instagram там я частенько выкладываю какую-то информацию вот пишу о городах бельгии ну и выкладывать это лайф моменты так что подписывайтесь всего хорошего пока